Мы знаем, вы слушаете радио Болткома. Утро на Болткоме. Ну что, пришла пора, наверное, от всяких хихихахан перейти к очень серьезным, действительно, без шуток, темам. И поговорим мы сейчас о сердечно-сосудистых заболеваниях, которые являются, кстати, по статистике, по-моему, там причиной чуть ли не 55% всех смертей в Латвии. Всяком случае, такие данные, статистики были на 2020 год. Вот сейчас поговорим о том, изменилось это или нет. Наверняка, если изменилось, то в худшую сторону, потому что два года мы же переживали еще ковид, который тоже отразился на здоровье человека. Не только же, там, как-то, не знаю, ухо-горло-нос, вот эта вот вся система, но если кто-то сердечник, спровоцировало наверняка и большое количество инсультов, инфарктов. Переболело огромное, ну, можно сказать, что каждый второй, наверное, все-таки в Латвии переболел ковидом. Если даже так вот посмотреть по знакомым, по друзьям, то, ну, вот ощущение такое, что почти все. И старый млад, а кое-кто и по паре как минимум раз. Обо всем об этом уточним вот всю эту информацию у невролога Андрея Костика, который с нами на прямой связи. Доброе утро, Андрей. Доброе утро. Сразу скажите, в чем мы с Олегом правы, в чем мы ошибаемся? Доброе утро. Да-да, мы слушаем какие-то небольшие... Ну, как невролог мне, конечно, нельзя. Немножко задержка по связи, я извиняюсь. Сейчас хорошо. Да, вот сейчас. Сейчас хорошо. Ну, как невролог мне, конечно, достаточно тяжело комментировать именно сердечно-сосудистые заболевания. Но про то, что ковид отразился на населении в разном плане, это действительно так. И тут даже можно говорить не только о сердечно-сосудистых заболеваниях, но уже были достаточно большие данные на тему того, что ковид отражается вообще на сосудах. И в частности, с моей стороны отражается и на сосудах головного мозга, на сосудах глаз. И многие коллеги уже сообщали о том, что достаточно частая, например, компликация после ковида – это проблемы со зрением, которые возникают. В моей большей области, которой я занимаюсь, это проблемы с памятью, проблемы с восприятием, то и здесь есть проблемы. Больше те, кто переболели ковидом, они отмечают проблемы с концентрацией, проблемы с удержанием внимания. Поэтому, да, вы во многом правы. Вы говорите о различных… Ну, хорошо, начнём с глаз. Отразилось на зрении, зрение сажается. В чём это проявляется? Как часто эти случаи, разумеется, как себя вести? Человек, который сейчас услышит, о, да, эти симптомы, то, что вы описываете, это имеет отношение ко мне. Куда бежать, что лечить? В принципе, идти нужно к вашему офтальмологу, то есть человеку, который отвечает за здоровье глаз, который проведёт диагностику. У меня, кстати, была абсолютно точно такая же проблема. И я обратился к своему офтальмологу, которого наблюдаюсь уже много лет, и она прописала мне, соответственно, курс лечения для данной проблемы. Она увидела, что на глазах есть отёк сетчатки, и его нужно было достаточно срочно убирать. Поэтому, если возникают проблемы со зрением, то офтальмолог – это ваш врач, к которому надо обратиться для того, чтобы получить своевременное и нужное лечение. А есть какие-то именно показания, что необычные ощущения, какие-то новые ощущения – это последствия ковида, а не, скажем, возраста? Вы знаете, когда это проявляется, обычно всё-таки проявляется достаточно у молодых людей в среднем возрасте. И, естественно, любой отёк, даже в области глаза, он сопутствует со болями и с неприятным ощущением в районе глаза. Поэтому тут, конечно, по состоянию. Обычно всё-таки это наступает где-то на второй неделе после ковида. Это, может быть, первые недели где-то 10-14 дней, когда уже начинаются такие проявления. Что касается других изменений, опять же, ухудшается память, восприятие, концентрация. Тоже какие маркеры основные и в таком случае к кому обращаться из специалистов? Что связано с памятью, то это, конечно, невролог, врач-невролог, который может провести оценку. У нас, мы стараемся даже с группой, которая формирована для перевода и адаптации тестов, которые акцептированы в Европе для того, чтобы мы могли вести более качественную диагностику именно вот этого спектра заболеваний. Здесь мы можем говорить о деменциях, можем говорить о специфических заболеваниях, связанных с памятью. Но также после ковида это вполне очень актуальная проблема. Есть, конечно, некоторые затруднения, потому как все-таки два года действительно ковида и такой режим, который у нас был, он, конечно, и на эмоциональную сферу тоже воздействует. И даже уже существуют рекомендации по поводу лечения, потому что депрессии тоже могут быть связаны с ковидом и депрессии после такого локдауна, который был. Здесь, конечно, больше может поспособствовать врач-психиатр. Потому что тоже откладывание депрессии на длительный срок, оно, к сожалению, ни к чему хорошему не приводит. Как правило, тоже длительные депрессии, они только ухудшают состояние. Скажите, а вот это состояние, в котором мы работали, удаленки, когда люди сидели дома, и для многих это было связано, может быть, с увеличением времени, которое они проводят у компьютера, потому что нужно быть все время на связи, нужно быть доступным. Вот это психологическая нагрузка и, может быть, непривычность нахождения дома, они в рабочей среде, отрыв от коллектива, опять-таки, там какие-то, ну, свои какие-то там нервозы начинаются по поводу своего положения в компании. Там, может быть, ну, у людей тоже начинаются нервы. Не уволят ли их, ну, кажется ли так, что они не незаменимы и так далее, и так далее. Да, да, это, в принципе, тоже человек, который может посетить либо невролога, либо психиатра. Тут не надо ничему бояться, потому что это специалисты, которые работают с проблемами как нервозности, так и нарушениями каких-то восприятий, какими-то опасениями, страхами. Это всё вполне нормально, этому не надо бояться. Просто это состояние нужно быстро отловить для себя и при общении с лечащим врачом обязательно обсудить. Потому что всё отложенное, отложенные эти состояния, они, к сожалению, ухудшаются. И нервозность будет возрастать, её просто нужно очень вовремя определить, определить, что она есть, и, соответственно, лечить. Мы беседуем с неврологом Андреем Костиком и обсуждаем постковидный синдром. Скажите, вот эти все изменения, те же самые тревоги, зачастую беспричинные, беспокойство и депрессивные состояния, и, может быть, какие-то нарушения сна, насколько они обратимы? В принципе, если человек не затягивает со своими проблемами, а всё-таки приходит наблюдаться и обсуждать эту проблему, вполне есть, у меня есть хорошие примеры, да, человек абсолютно вернулся в нормальную, так сказать, среду. Да, увы, это было лечение длиной в 2-3 месяца. Это самое быстрое, к сожалению, быстрее пока не получается, но тем не менее, да, то есть человек очень сразу практически после ковида, зная о том, что у нас существует программа реабилитации после ковида, который, возможно, даже не все люди воспользовались, потому что, может быть, не все семейные врачи сказали, что данная программа существует, не обратились к реабилитологу, не обратились в реабилитационный центр и тем самым затянули проблему. Есть же очень быстрые варианты, да, быстро, когда человек обратился, пропил курс медикаментов, и все хорошо, сон восстановился, энергия, так сказать, дневная, силы появились, и человек живет полноценной жизнью. Давайте на всякий случай расскажем об этой программе реабилитации после ковида. И, скажем, если человек переболел год назад, он еще может претендовать? Ну, то есть нет ли такого, что он теряет со временем возможность воспользоваться этой программой? Со временем я действительно не могу сказать до конца, как на данный момент. Во всяком случае, еще пару месяцев назад было письмо с нашего LabClaibus Ministries, где было рассказано о том, что каждому человеку, у которого зарегистрирован ковид, кто переболел ковидом, особенно у кого сохраняются проблемы с дыханием, он может претендовать на эту государственную программу через врача-реабилитолога, либо через семейного врача, и получить реабилитацию. А что в нее входит в эту программу реабилитации? И где она проводится? Программа реабилитации в основном проводится в реабилитационных центрах. У нас Яон Кеми, Ревайвори были программы на эти два центра. И человек, поступая в реабилитационный центр, получает полный набор. То есть там дыхательная гимнастика, гимнастика и медикаменты. Соответственно, если необходимо купировать какое-то состояние. А кто платит за все это? Это была госпрограмма. И то есть вся информация у семейного врача? От него зависит или от нее направление на эту программу, правильно? От нее зависит направление, или от него зависит направление на программу, или было бы точнее направление к реабилитологу, который непременно заведует данной программой. То есть путь такой. Нужно сначала обратиться к своему семейному врачу, попросить, чтобы он направил к реабилитологу, сформулировать свои проблемы со здоровым, жалобы. Жалобы, проблемы, да. И тогда, обсуждая с реабилитологом, все будет понятно. Когда человек поступает, когда он начинает программу. Вот большое спасибо Андрею Костику, неврологу. Потому что я, честно говоря, впервые слушаю о такой программе. Не все нам государство рассказывает про COVID. На вакцинацию, значит, да, давай. Всех гонят, а про реабилитацию молчок. Спасибо, да. Это интересный такой нюанс. Очень странно. Но мы с коллегами тоже обсуждали этот вопрос. И было действительно очень странно. Потому что большинство коллег в курсе, что программа существует. И на программу направляются люди. Особенно был момент, когда они даже направлялись сразу практически после нахождения в COVID-отделении. На дальнюю реабилитацию. Насколько сейчас вот ситуация, когда кажется, что нам вообще все это сошло на нет, и мы живем уже обычной жизнью, нет ограничений. Но, тем не менее, вот насколько опасность того, что вернется состояние такого массового заболевания, является такой реальной угрозой. И насколько нужно заботиться, готовиться к новой волне и каким образом беречь свое здоровье. Очень сложный вопрос для меня. Потому как все-таки все информации я, к сожалению, не обладаю. Это, наверное, больше нужно было бы спрашивать врача-инфектолога. В любом случае, осенью какой-то пик заболеваемости будет. Поскольку COVID-19 тоже респираторное заболевание, то есть передается воздушно-капельным путем. И, естественно, осень, как любые вирусы, это период времени нашего заболевания. Начиная от забытого нами гриппа на какой-то момент, так и остальные инфекционные заболевания, которые всегда активны осенью. Поэтому в любом случае к чему-то надо будет готовиться. К тому, что надо укреплять иммунитет, это тоже, в принципе, достаточно понятно. Я думаю, что всем тут особенно сильно объяснять, комментировать, наверное, не стоит. Вам, как медику, известно о подготовке со стороны государства к возможной новой волне? Те же самые койко-места, какие-то лекарства и так далее и тому подобное. Вы знаете, немножко у меня все-таки другая специальность, поэтому я не знаю, действительно ли государство к чему-то готовится. Очень надеемся, что третье лето хотя бы мы не пропустим впустую. У нас есть звонок, Андрей, давайте примем. Да, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Хотел узнать, вот человек потерял трудоспособность, допустим, от ковида, да? И он может получить временную группу по инвалидности? То есть, если человек на работе заболел на длительный период, то ему платят только 9 месяцев. Если безработный заболел, тогда вообще ему не плачет ничего. И вот с такими проблемами, как человеку выжить? Спасибо. Ну, здесь много вопросов. Но вот инвалидность может ли получить человек в результате ковида? Да, может. Кому обращаться? В принципе, здесь тоже все достаточно очень понятно. Наше государство, конечно, перенесло оформление инвалидности на врачей специалистов. На данном этапе. Хотя семейный врач там тоже играет одну из важнейших ролей. И человеку, который потерял работоспособность, ему просто нужно обратиться к семейному врачу, чтобы он дал направление к соответствующим специалистам, которые оформят бумагу о потере работоспособности. На самом важном месте. Ну, через семейного врача, да, направление к специалисту, который оформит потери трудоспособности. На комиссию. Да, на комиссию для оценки инвалидности и получить инвалидность. Спасибо. Как распознать вот эти признаки, ну, например, действительно, вот потеря трудоспособности, что человек не просто ленится, условно говоря, а действительно вот он днём чувствует себя бессилен. Я просто объясню, что вот в какой-то момент я чувствовал себя очень странно, потому что действительно абсолютное бессилие днём, вот переболев ковидом, но я только потом как бы понял, что это признаки. У меня был первый момент, что, господи, вот насколько я разленился, что мне вот хочется днём просто вот присесть, прилечь, поспать. Ну, я считал, что я просто разленился и не в тонусе. Ну, я так подозреваю, что там должны быть ещё некоторые сопутствующие симптомы, не только такое ощущение, потому что слабость после ковида абсолютно известная, потеря, так сказать, дыхательная вот этой способности, что всегда есть такая большая нагрузка на дыхательную систему, потливость. При этом у нас, у любого, допустим, врача, если существует целый спектр тестов, есть тесты неврологические, есть тесты кардиологические, и, допустим, после ковида вполне логично проверять сердечно-сосудистую систему, то, с чего вы начали сегодня, для того, чтобы узнать, действительно ли там есть какие-то последствия. И здесь важно обратиться к врачу-кардиологу с такой жалобой, чтобы можно было провести нагрузочные тесты и уже тогда, соответственно, абсолютно объективно видеть, это разленились или всё-таки действительно сердечно-сосудистая система недостаточно компенсирует потребности организма. Ведь, да, если мы ещё говорим о последствиях после ковида, коллеги-кардиологи говорили, что воспаление сердечных клапанов тоже вполне уже регистрированное последствия ковида. Поэтому кардиологическую сторону действительно тоже надо проверять. – Андрей, огромное спасибо. К сожалению, время наше эфирное неумолимо приблизилось к концу. Благодарим за консультацию. Невролог Андрей Костик был с нами на прямой связи. И главный вывод, наверное, можно сделать такой – обязательно следить за своим здоровьем, прислушиваться к каким-то сигналам и не тянуть, идти к семейному врачу и брать условно в переносном смысле, конечно же, за горло и требовать направления на реабилитацию, если она нужна, к другим специалистам и проверять. Особенно если есть какие-то сигналы, связанные с тревожностью, беспокойством, депрессивными состояниями, затруднённое дыхание, вот это вот прочее, что может быть сигналом много чего, в том числе последствий ковида. К сожалению, как бы мы не хотели, как бы мы не отказывались от масок, масочного режима и ограничений. КОВИД никуда не делся, он рядом с нами, и люди продолжают заболевать, мы с вами продолжаем ему болеть, к сожалению. Андрей, ещё раз, да, огромное спасибо, хорошего дня, самому вам тоже не болеть. У нас с Олегом пауза в эфире, после которой мы поговорим с членом правления «Мозаик» Каспар Самзалит, он супредседатель «Прайда», который сегодня начинается. Вот о «Прайде» в программе через пару минут. И слушайте радио «Болтку».